Я хочу сказать, что тут много прозвучало у нас в течение первого дня съезда и сегодня. Много очень хороших выступлений. Я думаю, что все участники съезда должны быть очень довольны тем, что мы услышали и что узнали. Самое главное, что мы увидели, что то, что требуется от рабочей партии, что она, во-первых, ведет рабочую линию. Раз. Второе, что рабочие на это отвлекаются. И число рабочих, и процент рабочих партии возрастает. Это очень важно. На волне этого очень важно видеть, что мы выросли в том плане, что мы хорошо вооружены для той работы, которая у нас есть. Вот то, что мы делали и то, что мы еще не закончили делать, это создание определенной системы работы. У нас есть все необходимые органы. У нас есть все необходимые средства воздействия на трудящихся. У нас есть большая газета. Такая же. А какая должна быть большая газета? Такая, как у буржуазных партий. По размеру, по свету, по качеству. Но мы не можем с ними тягаться ни в коем случае ни по чистоте издания, ни по тем глупостям, которые они там излагают. Но мы должны такую газету держать. И эта наша газета существует с 91-го года. Ее удержать было очень трудно, хочу вам сказать. Ее закрывали в 93-м году в связи с различным положением в городе Москва, поскольку она допечатала призыв «Подавим пуч Ельцина». Ее лишили распространения. У нас забрали 60 тонн бумаги, которая позволяла бы нам очень легко выпускать. Нам не платили все деньги, хочется задерживала полтора миллиона, которые должны были выплатить за подписку и так далее. То есть мы всякие видели. С нас вышвыривали из Смольного. Мы закрыли Смольный. И не пустили туда Собчака. Между прочим, Ленинградские профсоюзы сделали специальный митинг в поддержку «Народной правды». Газета «Народная правда» – это наше самое сильное оружие. Самое сильное оружие, которое нам позволяет иметь в том числе соответствующий имидж. Вот, скажем, у меня в кармане удостоверение корреспондента газеты, который кредитован в Смольном. Точно так же мы аккредитованы в законодательном собрании Санкт-Петербурга. То есть мы имеем возможность получать все необходимую информацию и быть на уровне. Потому что если не надо делать себя маленьким, черненьким, таким, которого тебя сейчас забьют. Должны нас уважать и противники. И мы по любому противнику можем ударить. Мы ударили по Собчаку тогда, когда надо было. Тиражом 1 миллион. В 2000 году. Обратите внимание, в картео, пойдите в библиотеку. Дом Плеханова, там мы передали туда архив. В 2000 году в Собчак расставил везде мэра-бубернатора. Мы послали художника. Немножко переделали эти его стенды. Было на столе уже вместо, так сказать, бумажек там ясто всякие. Бутерброд, конверт с ордятками. И написали мэра в метродотеле. И это было миллион распространено. 27 тонн вывезли газет. И мы имеем сейчас право и возможность распространять газету на территории всей России. Поскольку мы российская газета, раз. Второе, мы имеем ее возможность распространять любым тиражом. Чем от чего зависит тираж? Я думаю, каждый догадает, от чего зависит тираж. Это во-первых. Во-вторых, он зависит больше, чем от этого. От распространения. Никакого смысла выпускать, если ее не будут распространять. Потому что каждый раз мы спрашиваем, сколько вам нужно газеть. И я вот потом начинаю спрашивать. Ну, дайте нам парочку. А где? А где? Это мне напоминает вот такую старую притчу, как в Америке во время золотой лихорадки были такие люди, плохо одеты, но у них такой мешочек был с золотым песком. И вот они приходят в ресторан. И все начинают бегать, сразу их обслуживать. А он говорит, отрешенные. Какое у нас самое дорогое блюдо? Жареные, соловьиные, ясачки. И вот побежали ловить этих соловьев, отрезать ясачки и жарить, привезть вот такую сковороду. Он так посмотрел, говорит, отрешенный пятак. Вот мне напоминает эту ситуацию с народной правдой. Народная правда. Это газета, выпуска которой нужны бессонные ночи и грандиозная работа. Как начинается это? Вот в нынешнем варианте, все должны понимать, мы используем эту большую газету для самого нашего главного дела. Какого? Для того, чтобы дать рабочим слово в России. Где они еще получат слово в России в таком количестве? Каком они получают в народной правде и каким тиражом? Где? Нигде. Сколько человек? Десятки. И каждый раз десятки. Причем, как могут сейчас рабочие получить? Рабочим написать трудно. Вот наши члены партии показали, продемонстрировали перед Сезонным, что они в состоянии сами написать. Вот, товарищ Шилов написал. Так, товарищ Феден написал. Товарищ Спухаев написал. И другие. Товарищи в состоянии. Основная масса рабочих к этому не приучена. Поэтому первая наша задача народной правды. Не выпуск ее раз в месяц, а дать слово рабочим. Вот мы для того, чтобы дать слово рабочим, что должны делать? Записать. Вот товарищ Шкарок посидел на этой работе. Вот он ее сейчас везет. Не знаю, где он потом деньги получает за вот это вот. Но во всяком случае ведет. Значит, это первая задача. И после этого начинается грандиозная работа по разматыванию, так сказать, по переводе записи, аудио, текст. И эта работа требует много времени. И эту работу сначала делали нерагородцы. Товарищ Золотов, товарищ профессор, вместе со своими доцентами и так далее. А не только мы. Нет, сначала. Потом уже получалось, ну никак им не вытянуть. Они уже, как всем спросят, москвичи. Потом взял на себя товарищ Дегтярев, за что ему огромное спасибо. Он грандиозную делает работу. И товарищ Дегтярев сам по своему опыту знает, что он бьется, как рыба в лед. И как бы он ни бился, и как он ни старался, но мы же все товарищи на работе, кроме всего прочего. Это же не то, что мы сидим и выдумываем, как издать газету, как что-то разное, это самое. Но он, между прочим, действующий, заведующий отделением в серьезной больнице. Вот. От него там жизнь людей зависит. Значит, он не может что-то так бросить. Он этим занимался. Но он, ну месяц задержал. А дальше что? А дальше пошел срок. Чей? Мой? Вот я главный редактор. А, не мой, Золотова. Потому что мы здесь поступаем к товарищу Золотову, который, так сказать, тянет, кто тянет? Российский комитет рабочих прежде всего у нас. Товарищ Золотов. Я имею в виду главный организатор этого дела. Вот он поставит и разбирается. Значит, а мы вот Золотова не принимаем, пока не будет в размер. Потому что, скажем, Денис Борисович закончил эту работу, без которой вообще нечего нам делать. И отправляет Александр Владимирович. Александр Владимирович сокращает. Ну, так сокращай, чтобы голода не отрезать. И чтобы это было органично, и чтобы, задача, чтобы то, что было от рабочих ценное осталось, и сюда, наоборот, выпуклом стало. Он это делает. Он спрашивает у Ивана Михайловича сколько надо страниц? Вот столько, сколько надо? Вы же не делаете больше или меньше? Меньше дыра. Больше? Значит, резать опять надо. Потом это приходит ко мне. Идет второе. Читка. Чего, я думаю, надо подумать тем людям, которые думают о частном выпуске газеты. Вот читал товарищ Дегерев, читал, писал, печатал. Потом идет товарищ Золотов, все, квалифицированные люди. Потом читаю я все, что написали рабочие, выступавшие на РКР, я все читаю, не только рабочие, все, и тоже правлю, как главный редактор. И только после того, как я все это поправлю, я отправляю Герасима, он говорит, много. В этот раз не было бы. В этот раз товарищ Золотов прислал, не говорил. Но это редкость. Это мне повело. И только после этого, после этого, начинается что? После этого, когда уже все это выяснилось, начинается монтировка. Это раз. Теперь второе. если мы вывалим вот это вот выступление рабочих. И вот так получается, что люди, которые сами бы не написали газету, а у нас десятки людей перед народом, перед всей Россией выступают. И вот все здесь теперь от того, насколько широко это слово зовется рабочих, как мы распространим? И как мы распространяем? Ну, вот я теперь вот приступаю. Сейчас до распространения дойдем. Сначала, дальше идет, надо сделать газету, а не вывалить вот эти самые выступления рабочих. Вот вы их соберите и дайте. Никто читать не будет. В руки брать него, надо красиво подать. Чем отличается книга от рукописи? Вот, Александр Сергеевич, есть готовые рукопись, а книги нет. Нет книги, Александр Сергеевич. А рукопись у него замечательные. Вот если не издаст, а чем это лезет? А в ложечку, обглавление, где изданы, СБН. Вот этим отличается. Вот одно дело выступили, где-то рабочие, непонятные, какой-то помощной бумаги, а другое дело они выступили вот так вот в свете красиво. Вот для рабочих должно быть красиво. Нигде их больше так не напечатают. Ни у кого. И как вы не скажете, Александр Сергеевич, ну у кого напечатают рабочих столько и где? Нигде. Потому что за этим стоят десятилетия работы. Десятилетия работы с этой газетой. И это на сегодняшний день единственная крупная, большая работа. А в России, между прочим, на Волге читают вот так газету. Мы это обсуждали с долгом, с главным редактором, который был до 96-го года. Какую сделать? У нас еженедельник был. Скажем, нам доказывают, например, мне интересно было послушать, что надо чаще выпускать. Мы выпускали 200 тысяч еженедельно. Восьми полос. Раз в две недели. Еженедельно. У нас еженедельник, Иван Михайлович, к вашему сведению. Еженедельник. Почитайте удостоверение. Еженедельно. И ходил главный редактор, он говорит, сейчас у меня вот по Смоленскому садику, сейчас у меня вот лоптит голова. Потому что идет один, идет второй, третий, и все это надо вот так. Один и другие. И развозили, и рассылали по почте по всей России. Я проехал по всей Волге, и в каждом городе останавливался, и заключал договор. Здесь вот 300, там 5 тысяч, там 10 тысяч. Белоруссия, Минский был. Я доехал аж до Волгограда. Останавливаюсь в каждом городе. Так что мы знаем, как это делаем. Как это делается. Но только надо происходить из чего? Из того, что мы делали не рабочего. Мы делали газету, у которой был штат, 30 человек. Мы сидели в Смольном, у нас было 12 помещений, у нас были зарплаты, у нас был художник, у нас были 4 ответственных секретаря, которые сидели тоже на зарплате. И даже я зарплату получал в газете. Поэтому, я думаю, это совсем другие ушла. А мы сейчас выпускаем условия как бы на руках. Выпускаем газету такую, сохраняем ее форму, а форма содержательна, а содержательна должна быть оформлена. Товарищ Герасимов, на которого сейчас некоторые нападают, потому что, так сказать, он как бы им мешает свободнее действовать, а он вот не свободно действует, он должен же заслать по всем профсоюзным организациям, профсоюзами диспетчеров по пачке. Вот нагрузите их и, конечно, почте, всем разослали. Раз. Во-вторых, товарищ Герасимов, как первый заместитель главного редактора, рассылает, хотя, в общем, можно было бы ему и помочь, он рассылает газеты во все партийные организации, всем коммунистам, которые только что вступили. Все получили, товарищи, от Герасимова. Они не от меня получили, и не от Петрова, и от Иванова, не от Сидорова. А Герасимова они получили. И он несет на себе этот груз. И знает, что такое? Потому что пока вот они получили, и тогда, когда они получили, вот получил Владимир Андреевич в Краснодаре, он пошел распространять. Все, где-то вот товарищ Герасимов, это у нас, пришел товарищ, прочитал в газете призыв на вступление в партию, вступил, и каждый раз берет по очку народные правды на распространение. Вот газеты раздаются не для того, чтобы люди вступили в партию. Мы народ агитируем, чтобы у нас климат был соответствующий, чтобы к нам относились хорошо, в том числе к рабочей партии России. Получается у нас это? Получается. И вот в том, что вот мы знаем, что говорили, что вот большевиков голосуют. Ну, то, что в интернете, это за счет наших интернет-ресурсов. А то, что... А рабочий класс у нас не в интернете сидит, как Николай Павлович говорит. Каждый день Каждый день Смотрите интернет. Что у вас? Каждый день Божий день. Сколько у вас Божьих дней сейчас? То есть, как Ленин говорил, думать, что коммунизм можно построить с руками одних коммунистов, это ребячие. Совершенно ребячие идеи. Мы раздаем газеты людям. Мы хотим, чтобы рабочий класс был руководящей силой в стране. А не то, что мы раздаем, чтобы нам пришли в партию. А зачем к нам пришли в партию? А чтобы мы еще пошли, и чтобы нам еще пришли. А зачем? А чтобы еще пришли? Я думаю, это неправильно. Поэтому я думаю, что товарищ, который раздает, я знаю, что тоже Денис Борисович, он колоссальную работу проедет. Колоссальную. Наряду и с Иваном Михайловичем, и другими товарищами, которые вот товарищ с Филовом оторвал все, так сказать, на борьбу. И это правильно, что он на борьбу рвется. Они же выходят рано. Я уже не выхожу по возрасту, они ничем не прощают. Я вообще тоже много отстоял с Народной Правды и Граной, и разом всяким. Места производовал, в том числе на Красной площади собирал даже подписи о том, кто пойдет пикетировать фонд Горбачева, и мы его закрывали. Фонд Горбачева много чего делает Народная Правда. Вот я думаю, что вот эта вот задача. И вот задача вот этой рассылки и распространения, она, вот в этом смысле, вот мать ее мы считаем тираж. Вот сколько нам надо распространить, столько мы напечатаны. Нет проблем. Вот вы, наверное, себе представляете, у нас уже сделана газета, у нас она в компьютере. Денег на это нисколько, потому что бумага одна. Все уже есть. Шверстка, все, печать, краска. Можем 19, можем 29, можем 39. Это очень мало отличается. Ну вот, пожалуйста, на следующую заявку, заявки на следующий номер принимается. Вот я лично, пожалуйста, напишите мне каждую записку, сколько вам нужно газеты «Народная правда» для полного счастья, как говорит Александр Сергеевич, с материалами российского комитета рабочих, который состоится в октябре. Газета будет в декабре. Чем хорошо в декабре? Это никто не в отпуске, как раз время читать, темно на улице, и раньше вычитать. Пожалуйста, заявки принимаются, вот пожалуйста, целый день, до обеда и после обеда. Вот я думаю, мы должны это все понимать, как это делается, и когда мы говорим о том, что нам нужна ежемесячная газета, то я полностью разделяю вот мысль, вообще диктирую. Я-то по содержанию, вот Денис Боякович, вы совершенно правы, нужна газета ежемесячная. Тем более, мы прошли и жили, как говорится, с газетой, которая выходила раз в неделю. И Александр Сергеевич все это знает, что это делает. Раз в месяц, как воздух, у меня первый заместитель Герасимов. Нравится, не нравится, вот он уже замечает. Вот я, между прочим, очень сейчас был, сейчас и был, и очень естественно, с временем, тащил все, все это выпукал газеты Иван Михайлович. И вот, героически, так и вытащил, все это она попала. Хотя, под угрозу был. И сборник еще надо под выпуском, между прочим. И надо выпустить все без ошибок. А чтобы выпустить без ошибок, надо потрудиться. Надо вот пригласить человека, дать ему прочитать свежего, потом второго свежего, потом третьего свежего. Почитать и исправить. Действительно, давайте сделаем ежемесячную газету. Что мешает сделать ежемесячную газету? Значит, есть ракеты, есть самолеты, есть танки, есть пушки, есть пехота. Но мы должны быть, как политическая партия, иметь все. Вот есть большая газета. Вот и надо ее хранить, козинец ока, использовать. И это, между прочим, бюллетень РКР. Вот она для чего используется. И это вот нам работает. Вот по завязку. Если кто может нам прийти на помощь в этом деле, особенно по разматыванию, вот, пожалуйста, сообщайте, Денис Борисович, он сразу вас загрузит. Момент там. И у вас будет не до критики. Я вот выступаю за то, чтобы газета была ежемесячной. Надо прописать по месяцам, но надо готовить так, чтобы времени от готовой сверстанной газеты до выпуска было время, чтобы можно было читать, перечитывать и так далее, чтобы это было не в угаре, а спокойно выпустили и дали. И то же самое. Я узнаю, что, оказывается, уже газета уже в этом самом типографе и мне передвонить еще. Вы дайте денег. Ну, не вопрос. Все, так сказать, издатель фонда рабочей академии. На ежедневную наеду на рабочее дело деньги у нас найдутся. И вы, наверное, можете убедиться в этом. Почитайте на сайте московского отделения фонда рабочей академии по предложению ставящего почерка. Попросили мы жертвовать фонду рабочей академии на помощь. И стали помощь присылать 100-300, 100-1500, 100-3000. И там все это перечислено. Как только мне пришлось, я сразу культуру сразу на стенку. Пожалуйста, читайте. Деньги нам приходят, нам хватает этих денег, которые к нам приходят. Фонд не партийных, от народа нам хватает. Я уже говорю, Владимир Андреевич взял, подошел, дал 6 тысяч. Потом все, приходит, опять же, мало дал, недороженную тысячу. Не знаю, как обидеться, уже не знаю, как от помощи. Потому что эта помощь, это она же заставляет работать, как деньги дали, куда льваться. Не скажешь, у нас нет денег. Сейчас так не скажешь, как нет денег. Делайте, выпускайте дневных ежемесячных. Давайте, что надо решение съезда для этого? Никакого. Вот так главный редактор решит, выпускайте. Но надо что, график, чтобы был известен график, можно согласовать на комитете, который будет правильно, и все, и выпускать. И тут дискутировать, мне кажется, нечего, потому что мысль-то правильная. Ну вот я постарался это осветить, так сказать, вот с такой, с точки зрения профессиональной, потому что я вот с 91-го года занимаюсь этой редакторской работой. До 96-го года первый заместитель и консультант народной правды, а с 96-го главный редактор. И уже, так сказать, это у нас народная правда в голове сидит. И мы уже думаем, как ее сделать, ей давать в следующий номер. И знаем, что он выйдет в декабре. И вот на этом я хотел бы свое заключительное слово закончить и попросить извинения за его размеры. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok